ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Чебоксарах открылась Детская академия искусств. Ночь, улица, велосипед. Столица Чувашии прошел ночной велопробег. Сегодня понедельник, 20 августа. А значит, для строителей Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Кочетова началась последняя неделя перед сдачей. Что изменилось за рабочие выходные, об этом Ольга Пырочкина. На то, что до окончания строительства осталось совсем немного, указывает тот факт, что на ежедневной утренней планерке сегодня появилась руководитель Роспотребнадзора. Перед тем, как в корпусе начнется учебный год, представителям этого ведомства предстоит провести десятки экспертиз и исследований. К примеру, предстоит проверить качество учебной мебели, правильность работы вентиляции, замерить уровень шума и электромагнитного поля в компьютерных классах. В учебных кабинетах и в спальных помещениях мы исследуем воздух на наличие химических веществ, потому что отделочные материалы могут выделять эти вещества. Кроме этого, из строительных материалов могут также излучаться радиологические факторы, поэтому радиологические исследования в учебных помещениях и в спальных тоже будут проведены. Также на наличие радона в первых этажах и в цокольных подвальных помещениях воздух исследуется. Потому что радон – это природный газ, он находится в толще земли, может выделяться. Это все будет проверено. На бактериологические и химические показатели проверят воду. Как раз на днях корпус подключат к городским коммуникациям. Из того, что произошло уже сегодня, приняли актовый зал. За все это время мы, уважаемые телезрители, ни разу не показывали вам актовый зал кадетского корпуса. Но вот сегодня и справляемся. Сюда, как вы видите, пока заходят разуваясь. Дело в том, что уже постелили итоговое покрытие, ковролин. Зал вообще готов на 99%. Принимала работу лично директор будущего учебного заведения. Устойчивые очень кресла. Не болтай. Удобно сидеть? Очень удобно. Попробуйте. А что у вас в актовых залах будет происходить? Какие мероприятия планируются? Ну, дело в том, что в проекте очень много художественно-эстетического направления. И, наверное, свои результаты этой работы должны все-таки показываться на сцене. Танцевать, петь. У нас будет свой духовой оркестр. В ближайшие несколько дней должна быть полностью готова главная входная группа. Пока, чтобы не мешать строителям, на планерку ее участники проходят минуя центральный вход. Но это ненадолго. Что можно будет делать, когда вы затрете живым? Хоть пляшите, хоть танцуйте, пожалуйста, здесь. Всех приглашаем. И приятная новость для маленьких горожан. Судя по всему, в парке будет большая игровая зона. Оборудование начали устанавливать в минувшие выходные. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев. Республика. В Доме правительства подвели итоги контрольной работы в сфере регулирования алкогольного рынка за первое полугодие. 655 организаций занимаются продажей алкоголя в Чувашии. Все они работают по лицензии. Почти 260 миллионов рублей доходы от акцизов на алкоголь, поступившие в бюджет республики. Самый низкий показатель объема розничной продажи на территории региона в городах Чебоксара, Новочебоксарск, Шумерля, АллатРь. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал усилить контроль в сфере регулирования алкогольного рынка. Мы получаем от акциза, от реализации пива 100% в бюджет Чувашской республики. А от алкогольной продукции все зависит от того, сколько мы реализуем на территории нашего субъекта. Михаил Васильевич заострил тем, что максимально все-таки поддерживать отечественные производители. Я поясню почему. Поскольку, ну, как я сказал, мы формируем сами бюджет. Мы, население, являемся и пользователями этого бюджета, и блага этого бюджета. Поэтому каждое, там, знаете, выпитой бутылкой пива, там, или поднятой рюмкой чужой тоже водки, это мы отдаем средства другому региону, там, ну, или другой стране вообще. Что касается контроля за реализацией алкоголя, то за первое полугодие Министерство экономики провело почти 330 проверок и выявило 75 нарушений законодательства. В итоге общая сумма штрафов составила миллион 300 тысяч рублей. Кстати, жители Чувашии могут сами проверять качество алкоголя в магазинах. Для этого нужно скачать приложение «Антиконтрафакт Алка» на свой смартфон. В момент покупки своей продукции, алкогольной продукции, может сканировать марку, и это приложение позволит сразу идентифицировать данную продукцию, и сказать, контрафакт это или не контрафакт. А также по случаю, если, например, вы вызвали какие-то сомнения, то можно и по чеку, который был представлен в торгующей организации, то же самое, что сканировать штрих-код и также получить сегодня сведения, насколько белый или контрафакт на эту продукцию. Кроме того, действует горячая линия. Руководитель региона подчеркнул, что доля объема розничной продажи алкоголя, произведенного в республике, должна быть значительно выше. Это является одним из ресурсов пополнения бюджета республики. После проведения дня города городская администрация возвращается в привычный ритм работы. На повестке дня подготовка к новому учебному году развития индустриального парка. Индустриальный парк – это специально отведенная территория на проспекте тракторостроителей для размещения новых производств. Концентрация высокотехнологичных предприятий создает новые возможности для развития экономики республики, решает вопрос дефицита качественных площадей, профессионального сервиса, рабочих мест. До конца года в Первом индустриальном парке планируется запуск еще двух машиностроительных предприятий по производству компрессоров для грузовой техники и производству литиевых и холонштампованных изделий. Будет создано более 70 рабочих мест. Объем инвестиций составит 438 миллионов рублей. Общим итогом запуска всех предприятий второй очереди индустриального парка до 2020 года будет создание более тысячи рабочих мест. Готовится документация для строительства третьей очереди. До начала учебного года остались считанные дни. Все учебные заведения готовы к работе. Также в Чебоксарах продолжаются плановые гидроиспытания, промывка сетей и текущий ремонт в рамках подготовки к отопительному сезону. Горячее водоснабжение отключено в более чем 200 многоквартирных домах. Татьяна Филатова, Борис Андреев, Республика. Чебоксарам исполнилось 549 лет. В свой день рождения столица отметила с размахом. Концерты, представления, спортивные состязания. За два дня состоялось множество самых разных мероприятий. В честь Дня города в Чебоксарах открылась и детская академия искусств. О том, чему в ней будут учить Ольга Пырочкина. Детям, которые планируют поступать в академию искусств, и их родителям предстоит сложный выбор. В какую именно секцию пойти, когда хочется во все. У Светланы Кондратьевой академию видно практически из окна. Вы отдадите детей своих в секции? Вот, очень хотела бы. Поэтому пришли узнавать, какие здесь есть секции. В частности, пока для старшей дочки, маленькому пока рановато. А какие предположения? Куда хотите? Танцы мы хотим. Чтобы сориентировать будущих учеников, прямо на улице устроили мастер-классы. Глаза разбежались даже у нашей съемочной группы. Это у нас монотирил называется. Мы кладем на стекло вот такие кляксы. Сейчас я вам покажу. Кляксы кладем, чтобы краски между собой, главное, сочетались желательно. Так, кладем. Допустим. И результат зависит от того, как мы его поднимем. Мы его можем вот так просто поднять. Мы его можем подтянуть. Мы его можем и подтянуть. Вот здесь вот. Ну-ка. И закрутить. Посмотрите, как на волны похоже, да? Волны похожи. Да. Вот и ищем потом. А может это просто птичку потом поручиться. Дальше вы его дорабатываете. Потом мы... Вот ребенок фантазирует, начинает. Кроме развития фантазии, творчество запускают в организме и другие важные процессы, рассказывают специалисты. Дети всю жизнь любили лепить, а потом, естественно, украшать свое изделие. Мелкая моторика. Чем мельче рисунок, чем мельче деталька, тем, значит, у них больше извилин появляется. Начинает более сообразительное, более собранное. Мелкую моторику мне развивать поздно, но попробовать технику «Гаротаж» хотелось, так что пришлось ненадолго выпустить из рук микрофон. Смотрите, что у нас получилось. Да, НТРК Чуваши. Если бы у нас было больше времени, я обещаю, я бы попробовала изобразить еще и наш логотип. Пока я творила за информационный фронт, можно было не беспокоиться. Одна из студий, которая разместится в Академии, куча мала, готовит достойную смену. А вы в детстве в какие кружки ходили? В кружки? Петь ходил, танцевать ходил. У нас не было, когда мы были маленькими, таких огромных возможностей практически. Я это честно скажу. И потом спортом занимались. А сейчас в какую студию записались? В студию не записались. Нет, пригласите, я приду. Ну, на самом деле, сейчас непонятно, кто у кого возьмет интервью. Как вас зовут? Меня Жараблева Настя. Жараблева Настя. Вы сейчас первый раз взяли интервью, да, у главы Чувашской республики сразу. Да. Как ощущения, Настя? Так, приятные. Почему вам нравится заниматься журналистикой? Ну, я попробовала ходить кучемалу, мне понравилось. Разные виды изобразительного искусства, музыка, театр, медиа-центр, хореография, инженерные направления. В столице республики это пока единственное, настолько многопрофильное учреждение дополнительного образования. Заниматься здесь смогут 1200 детей. Мы смотрели подобные объекты Москвы, Казани, какие передовые технологии переняли, расположение кабинетов, их содержательная часть, востребованность на сегодняшний день с родителями, детьми. Здесь же не только классическое образование, здесь есть и новое интеллектуальное направление. Это и робототехника, это и 3D-моделирование. Глава города Евгений Кадышев в детстве учился играть на фортепиано и скрипке. Как только попал на сальфеджио, сразу кончилось все желание заниматься музыкальными предметами и музыкой всей в целом. Потом долго жалел об этом, когда уже стал взрослым юношей, учился в университете. Хочется сказать этим ребятам, не бросайте эту тему. Если пошли на художника, учитесь. Не важно, будешь ты живописцем прекрасным. Ты будешь просто понимать прекрасно и видеть глазами это все, глазами художника. Учебный год в новой академии начнется 1 сентября. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Центр города в эти выходные вновь отдали во власть креативных горожан. Чебоксарцев и гостей столицы объединил арт-проект «Творческий бульвар» седьмой по счету. Что впечатлило моих коллег, подробности прямо сейчас. Пройти вот так, неспешным шагом, да еще под войной сплошной, казалось бы, уму непостижимо. Но в День города и не такое возможно. Каждый год проезжая часть проспекта Ленина и улицы Карла Маркса становится пешеходным бульваром. Отчеканить памятную монету. Научиться оказывать медицинскую помощь и побить спортивные рекорды бульвара. Изучить узоры национальной вышивки и окунуться в атмосферу быта наших предков. А еще насладиться живой музыкой и стать участником танцевального флэш-моба. «Творческий бульвар» в этом году полностью оправдывает свое название. Танцы и песни здесь на каждом шагу. Творчество идет через край. Хорошо, настроение хорошее. Танцуют красиво. Много известных людей. Индейцы очень красиво поют, играют. Эти фламинго очень красиво танцуют. На творческом бульваре десятки интерактивных площадок. Вот так остановочный павильон стал салоном красоты, а проезжая часть – спортивным залом для футболистов и дзюдоистов. Мастер-классы для горожан подготовили и юно-армейцы. Жителям и гостям столицы показали и архитектурные проекты. Это дворовые площадки нового типа. Тренажеры выпускают на одном из заводов Чебоксара. Творческий бульвар продолжает бить рекорды прошлых лет, отмечают почетные гости. Количество участников арт-проекта растет. Наши мастера своего дела все новые и новые продукты выдают, которые востребованы на рынке. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди хотят жить лучше. Мы должны любить эту землю, свой город мы должны любить, свою республику, свою любимую Россию. Поэтому это никогда не будет неактуальным, всегда будет востребованным, популярным, современным. У нас есть понимание и желание одного, чтобы город из года в год стал краше, лучше. Самое главное – богаче. Богаче в духовном плане, в культурном. Сегодня мы это видим. В этом году на Творческом бульваре негде было и яблоко упасть. В центре города – людское море. Впрочем, точное количество гостей еще предстоит подсчитать. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Одним из самых ярких спотевных событий дня города – всероссийское соревнование по акватлону. Первыми опробовали воду в Волге и беговые дорожки на московской набережной юноши и девушки. Полкилометра в воде, два с половиной по суше. Итоги их забегов уже были известны к официальному открытию. План кучувашским спортсменам задал Роман Минеев. Победитель? Я вам молодец, поздравляю. Для меня тоже высокая честь. Поздравить победителя первым. Это не первая победа Романа. Он уже выиграл Кубок России по триатлону и стал третьим на чемпионате России. Теперь юноша покорился акватлон. Самым сложным было начать плавание, потому что все толкались и была большая куча. Потом на протяжении всей дистанции мы растянулись. И уже было не так тяжело. А когда уже начался беговой этап, у меня все пошло хорошо. Но я получила штраф и отстаяла все равно 10 секунд. Конкуренция всероссийского уровня. В Чебоксарах приехали спортсмены Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области, Пермского края, Краснодарского. Из 12 регионов более 200 атлетов. В составе сборной Чувашии 40 спортсменов. Я радуюсь и горжусь вами, уважаемые спортсмены, любители спорта, что с каждым годом участников государственной политики президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по направлению физической культуры и спорт становится все больше и больше. Вовлекайте своих друзей, отрывайте от телевизоров, от компьютеров на несколько часов, чтобы они двигались и дышали просто свежим воздухом. Чебоксарам надо задуматься о том, чтобы дальше соревнования проводить и на более высоком уровне. И вполне возможно здесь проведение соревнований международного уровня. В отличие от триатлона, где спортсмены плывут, едут на велосипедах и бегут, акватлон включает два вида спорта. Женщины и мужчины преодолевали водную дистанцию в один километр. Справиться с волнами не всем удавалось успешно. На выходе из воды Алевтина Стиценко, представляющая Московскую область, была далеко не первой. Но за пять километров по суше ей удалось опередить конкуренток. Подобные старты Чувашия провела уже во второй раз. В 2017 году Чебоксары впервые стали местом проведения всероссийских соревнований по акватлону. Тогда состязания собрали более 150 участников. В этом году количество спортсменов перевалило за две сотни. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах разыграли и Кубок чемпионов. Профессиональный турнир единоборств прошел в 12-й раз. Прямую трансляцию с Красной площади ввел наш телеканал. Титулы сильнейших в этом году оспаривали 14 спортсменов из пяти регионов страны и Туниса. За чувашскими файтерами пять побед. Еще одна медаль отправилась в Дагестан. В бой за главный трофей вступили обладатели Кубка мира по кикбоксингу Андрей Лебедев и чемпион Приволжского федерального округа Аркадий Денисов. В итоге Кубок турнира завоевал представитель Краснодарского края. С победой спортсмена поздравил глава Чувашия. Накануне Дня города прошел и традиционный ночной велопробег. Он собрал более тысячи чебоксарцев. Любители велоспорта уже в пятый раз собираются вместе, чтобы проехаться по ночным улицам Чебоксар. Взрослые дети, спортсмены, общественники и просто любители велосипедной езды. Чебоксарская велоночь собрала всех желающих прокатиться по улицам города. Местом сбора велосипедистов стала Красная площадь. Участники заезда прибывают сюда нескончаемым потоком. На часах ровно 10 часов ночи. И колонна отправляется в путь. Дистанция велопробега около 9 километров. Маршрут двухколесной армии прилегает по улице Карла Маркса и проспекту Ленина. Ночной город, концерт, сопровождение ГАИ и перекрытие на несколько минут улицы. Пожалуй, организаторы приложили все усилия, чтобы сделать заезд как можно более комфортным. Вот сзади меня сколько сотен ребятишек, юношей и девушек, которые просто встали дышать свежим воздухом. Это здорово! Спорт – это жизнь! Яркие фонарики и оригинальные подсветки. Зрелище ночного велопробега впечатляет. После заезда велосипедисты делятся эмоциями. Говорят, приятно, но мало. Самый экологически чистый вид транспорта. Полезный для фигуры и здоровья. И экономный. О преимуществах велосипеда эти люди могут говорить долго. Мне очень сильно понравился велопробег. Хотелось бы, чтобы почаще проводились вообще такие мероприятия на самом деле. Очень весело прокатиться. Жаль, что мы сделали такой маленький маршрут. Хотелось бы побольше, как задумывали изначально. Через Гагарин, через Мегамол. Было бы очень красиво и круто. Думаю, такие мероприятия надо проводить как можно чаще, чтобы все население нашей республики стало еще здоровее, еще прекраснее, красивее. Хорошо, понравилось. Первый раз участвовал. А что у вас за велосипед? Специально покупали или каждый день ездите? Нет, каждый день катаюсь. В какое время расскажите? Все равно в утром. В утром, вечером, после работы. Судя по количеству счастливых и румяных лиц, все участники ночного велопробега остались довольны. Рифат Фадкулин, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Далее вас ждет полезная информация. До встречи в эфире национального телевидения. Чувашия. Тайсон, Ариэль, Крош и Злата. А вместе квартет артистов водного шоу байкальских нерп приветствуют жителей Чуваксар. Первый передвижной нерпинарий вовсю развлекает жителей и гостей столицы Чувашии. Его герои приготовили зрителям настоящее шоу. С первого номера нерпы рассказывают о своей родине, Байкале и его вкусной рыбе. Эти ластоногие артисты не только поют, но и танцуют. Любимый танец нерп – зажигательная ламбада. Каждый артист этого шоу особенный. Например, вот этот крепыш Тайсон самый сильный, а изящная Ариэль очень активная. Она и на трубе сыграет, и картину нарисует. Они такие миленькие, мне понравилась Ариэль, у нее такие большие глаза. За питанием нерп следят с особой тщательностью все только самое свежее. Хамса, салака, горбуша – каждый из артистов съедает по 4-5 килограммов рыбы в день. Кстати, нерп невозможно заставить что-то делать, поэтому трюки они выполняют только если сами захотят. А вот и главный секрет – они очень любят лакомства так, что за вкусную рыбку могут и мяч в кольцо закинуть, например. Это называется методикой положительного подкрепления. А сейчас смертельный номер. Тайсон исполняет прыжок дельфина. Зрители от такого номера просто в восторге. Так оказалось, и сами нерпы любят выступать на публике. В природе к нерпе не подойти. Они очень пугливые, уходят в воду. Но наши нерпы с самого рождения с человеком, они социализированы. Поэтому они очень любят общаться и немножечко обливать, баловаться и смотреть на людей, впечатлять людей. Впечатлять людей им определенно удается. Это было очень потрясающее выступление, даже не знаю, что сказать. У каждого свой талант. Мы очень понравились, они очень воспитанные и умные. Они все своим характером, они все такие разные и так интересно двигаются. Какие-то свои таланты есть. Все очень здорово. Выступление байкальских нерп сейчас в самом разгаре. С каждым днем количество восторженных зрителей растет. А если вы еще не успели лично познакомиться с ластоногими артистами, не расстраивайтесь. У вас еще есть такая возможность. Нерпы пробудут в Чебоксарах до 26 августа. Их шатер находится на нижней парковке торгового центра «Мегамол». Шоу идет со среды по воскресенье включительно.